И снова всем доброе утро, друзья. Вот некоторые считают, что для занятий спортом совершенно не важно, в какое время суток вы это делаете. А нет, очень даже важно, потому что ученые установили, что лучше всего заниматься спортом по утрам. Очищается разум, разгоняется метаболизм, всегда хорошее настроение, мышцы лучше воспринимают информацию физическую. В общем, занимайтесь, друзья, только по утрам. Вот поэтому не случайно именно утром, а не вечером в панораме к нам приходит сюда, дорогие друзья, наш фитнес-инструктор Анатолий Моисеев. Анатолий, доброе утро. Доброе утро. Рады тебя видеть. Я тоже. Тоже рад вас видеть. И самое главное, что Вера уже все сказала. Да, чистые. И теперь остается только показать зарядку, я даже не знаю, что говорить. Но я решил придумать нам новую игру. Так. Называется «Попади в оператора». Да, то есть мы сейчас будем стрелять из рогатки. Ты можешь быть жестоко наказан, я тебе скажу. Наш оператор умеет снимать и очень так себе ракурсы. Поэтому будь осторожен. Нет, так они будут уворачиваться, да. Мы сейчас будем немножко стрелять из рогатки. Тоже вид спорта. Отлично, давай, будем учиться. Будем учиться, да. Но для этого... Ты расскажи мне, что ты принес с собой? Что это такое? Я принес резиновый амортизатор. Да, еще его называют эспандер. Но сейчас модное такое выражение – резиновый амортизатор. С резиновым амортизатором мы будем делать зарядку. Я его забрал у дедушки своего. Добросовестно попросил у него, говорю, отдолжи. Хочу показать зрителям, что ты делаешь по утрам. И сегодня будет зарядка моего любимого дедушки. А сегодня зарядка для дедушек. Для дедушки, да. И чтобы он вот знал, что я показываю ее на весь мир. Давай, 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 давай. Поехали. Будем уже греться. Отводим ручки в стороны. Это первое упражнение, которое мы с ним делаем по утрам. Если он не ленится. Отводим ручки в стороны. Спокойно. Не торопимся. Порезло дедушке с внуком. А в лукой с дедушкой? Нет, я вот специально взял полегче, потому что не надо давление поднимать. Слушай, но ведь это можно было бы упражнение делать и вот с гимнастической резинкой, которую все к нам очень любят брать с собой, да? Ну, наверное, вот так удобнее. Ну, с ручками удобнее, да. Здесь в ручках есть еще утяжелители. И как раз очень эффективно получается зарядка. Значит, сделали стороны. Потом мы начинаем сгибать ручки. Прорабатываем суставы локтевые. Мы не качаем бицепс, мы делаем зарядку и прорабатываем локтевые суставы. Проработали. Чувствуем, у нас уже пошло тепло по телу. Потом мы становимся двумя ногами. Перед собой держим резину и начинаем приседать. Небольшое усилие создается, но благодаря резине у нас очень ровная спинка. Это да. И самое главное, что если кости трещат, значит все нормально, да? Да. Ну, это ничего страшного, да. Если там что-то хрустит, трещит, пускай лучше трещит. Главное, чтобы не было болей. Вот. Сделали три упражнения. Потом небольшой наклончик делаем вперед и подтягиваем ручки к себе. Она не сильно жесткая, но зато мы сводим лопатки. А если мало времени, можно все это соединить в одно упражнение? Раз, два, подняли, присели, наклонили, подтягиваем. Вот, вот так вообще, мне кажется, здорово. Потому что и мозг загружен, включается тропа раньше, и тело. Вот это то, что нам надо. Наклонили, подтягиваем. Наш телезритель, любимая, у нас такой народ опытный, поэтому они уже привыкли к тому, что мы им всегда все по хардкору даем, правда? Вот, собственно говоря, я тебя об этом и прошу. Да, и можно комбинировать в любом порядке. Можно идти от обратного, начинать с приседа и возвращаться в возведение рук в сторону. Слушай, вот это дедушка, конечно, у тебя, вот это дедушка. Ай да, молодец, вот научил. Я надеюсь, он насмотрит сегодня. Как его зовут дедушку? Анатолий? Анатолий? Да. Большой привет вам дедушке Анатолию. Оказывается, ваша команда Моисеевых достаточно широка, знаешь ли. Я по прошествии эфир прошлого хотела сказать. Спасибо большое, Толик. Прекрасный заряд. Анатолий Моисеев, наш витнес-инструктор, сегодня нам очередную зарядку представил.